Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Вредина Лайв, обсудим очередной видеоролик. Если честно, ждала этого видеоролика и ждала, что же скажет Лена и в каком она моральном состоянии. Ну, значит, начала видеоролик Лена с такой чушью, ребят, что просто слушать было невозможно. Она якобы пыталась зрителям донести, что сейчас она вот беседует с ребёнком и пытается ей объяснить, что, ну, ничего страшного не случилось, что пальчик там будет короче, да, что вот дедушка у неё, получается, без ноги. Ребят, я когда это услышала, я выпала в осадок. Ну, правда. Ребёнку, слушайте, 4 года или сколько? 4, если я не ошибаюсь. И ребёнку говорить такие вещи, неужели она сама не может понять, что в 4 года воспринимать такое очень-очень сложно? И неизвестно, как ребёнок это может воспринять. Ну, вредина есть вредина. Вы знаете, я всё больше и больше начинаю понимать, что она вообще не думает, когда делает. И такое чувство, что она хочет сделать что-то назло своему ребёнку. Ну, далее она выпустила скупую слезу. Хотя, ребят, даже сейчас, когда она говорила, ну, уже, слушайте, время-то прошло, да, тогда-то она спокойно рассказывала, что случилось, хотя видела палец и до, и после в открытом виде и спокойно рассказывала всё. Ну, что сейчас говорить? Значит, скупую слезу выдавила нос, говорит, вот, при ребёнке плакать нельзя. Ой, ты и без ребёнка бы не плакала. И я не знаю, как это, ну, не плакать ни при ребёнке, ни в одиночку. У меня бы слёзы, наверное, не прекращали бы идти, и, наверное, ни камера в руках бы не держалась, и вообще ни о чём бы не хотелось бы думать. Ну, вредина есть вредина. Значит, дальше уже поездка в больницу, и уже опять, ребят, опять съёмки идут плачущего ребёнка. Ничего, ребят, не меняется. И она хочет, чтобы никто ничего не говорил и не возмущался. Ребят, ну, мы с вами мамы, и неужели, вот скажите, мамы маленьких детей, вы смогли бы так снимать своего плачущего ребёнка на всеобщее обозрение? Пусть даже, да, сейчас уже снимала не она, а она находилась рядом с Алиской. Но, ребят, всё же это слёзы ребёнка на камеру. Вот был момент, когда там в клинике она лежала, играла в телефоне и даже больной ручкой, да, держала телефон, и Лена рассказывала, что вот уже хорошо, что Алиска держит уже этой рукой телефон. И то есть вот такие вот какие-то позитивные кадры, почему вот такое вот что-то не снять? И на фоне Алиски, которая улыбается, не рассказать, что вот уже более-менее всё хорошо, и уже Алиске лучше, она улыбается, вот уже там мы в магазин игрушек идём. Хотя, знаете, насчёт игрушек это уже вообще полная жесть, потому что уже у них там весь номер обставлен игрушками. По-моему, у всех членов семьи нету столько вещей, сколько у Алисы игрушек. Я не понимаю, зачем скупать полностью, наверное, все магазины игрушек, потому что мне уже кажется, что ничего нет такого, что не купили Алисе. Ну, ладно, здесь уже просто, да, что ребёнок пострадал столько-столько, наплакался, заработала, скажем так, заработала у мамы. Но, опять же, повторюсь, почему позитивные моменты не оставить? Нет, обязательно столько в видеоролике показать слёз своего собственного ребёнка. Это просто жуть. Но я, конечно, понимаю, что вот такие видеоролики, наверное, слезливые, такие эмоциональные, особенно где слёзы ребёнка, они больше, наверное, привлекают зрителей, нежели что-то позитивное. Ну и дальше уже история про кота. Хотя, ребят, ну вот как-то всё равно я во всё это дело не верю. Как это упал он туда, его там никто не видел, никто не мог найти. Короче, не знаю, ребят. Ну, правда, неправда, ну как бы каждому решать, верить или нет. Но всё, что я вижу в последнее время, меня, правда, напрягает. И, в общем, не могу, не могу я спокойно смотреть, где она снимает плачущего ребёнка. Ну, пусть даже не она, пусть она даже находилась с ней. Но я не знаю, как можно такие кадры показывать на всеобщее обозрение. Твой ребёнок плачет, твой ребёнок боится, твой ребёнок страдает. Ты всё равно вот эту вот тему теребишь. Уже бы отвлекала наоборот от этого пальца, говорила бы что-то другое. Нет, как будто идёт какая-то провокация. Короче, не знаю, в шоке я, в шоке. Мне иногда хочется крикнуть и спросить, Лена, ты мама или кто ты? Как ты так можешь? И, значит, дальше, да, магазин игрушек, и уже едут они домой. И смотрю на переднем сиденье бабушка. Представляете, бедная бабушка держится сверху за ручку двумя руками, потому что положили планшет, и бабушка, поди, боится слово сказать. И чтобы убрали планшет, чтобы она могла спокойно опереться левой рукой. Слушайте. И она, получается, сидит и молчит, чтобы, наверное, лишний раз Лене ничего не говорить. Видите, Лена, наверное, гроза семьи. Ну, я так поняла. Ну, выглядело это именно так, как это так сидела бабушка, поди, не одну минуту. И держалась двумя руками, слушайте. Потому что не было куда положить руку. Там лежал планшет Алиски. И я так подумала, думаю, а зачем вообще бабушку было куда-то таскать? Вы видели, сколько они там сидели? Но это часть нам ещё показывали. Я думаю, что сидели они там гораздо дольше, да? И вот этот период времени, где находилась бабушка, или там в больницу разрешено всему семейству заходить, вот как-то непонятно, что бабушка не могла, что ли, в номере посидеть и отдохнуть. Не знаю, не знаю, не знаю, зачем они её за собой везде таскают. Ну и, значит, потом уже в магазине Алиса уже что хотела, то и выбирала. Но опять же скажу, что заслужила. Девочка тут уж точно заслужила. Ну, возможно, ещё бабушка, знаете, вернусь и чувствовала, может, какую-то вину. Поэтому, может, изъявила желание и сама поехать переживала за Алиску. Ну, ребят, кто его знает? Мне кажется, у бабушки в сердце, наверное, к сожалению, больше, чем у самой Лены. Ну и в магазине, как всегда, ребёнку накупили игрушек. Можно было бы, ребят, конечно, купить что-то попроще, потому что, ну, уже и так в номере негде всё это дело ставить. Ну и собирать же ещё нужно лего. Я понимаю, если бы это всё делала Алиска, да? Но получается, что её купили, чтобы собирать взрослым, а Алиска, чтобы только любовалась и играла? Или вообще для чего лего? Мне кажется, лего это, ну, специально, чтобы сами дети собирали. Короче, ребят, не знаю. Вот что-то, опять же, говорю, вредина делает, совершенно не думает, когда делает. Ну, Лена есть Лена. Что тут скажешь? И, опять же, повторюсь, с каждым разом сейчас, когда я смотрю канал Вредина Лайв, я всё время думаю, как я его смотрела раньше и чему я там восхищалась. Правда, и мне самой, ну, становится как-то не по себе и смешно. А ведь я бывшая её поклонница. В общем, у меня, ребят, как-то так вот получается, да? То я плачу с доброделами за бабу Галю и готова там прям деньги переводить. Потом я начинаю включать мозги, думать. И лучше, ребят, поздно, чем никогда. Правда же? В общем, ребятушки мои, заканчиваю и жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Ну, и прежде чем с вами попрощаться, как всегда, желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания и, конечно же, мои хорошие здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока! Пока!